Можем ли мы сказать так или иначе, что Киев в ближайшие, скажем, дни может все-таки оказаться деблокирован окончательно, и какая-то более-менее такая безопасностная стабильность становится? Или рано еще об этом говорить, потому что считали, что стягивают снова ракеты в Белоруссии и так далее? Ну, кстати, ракеты в Белоруссии уже, они, правда, уже давно это практикуют, они уже не везут железной дорогой, потому что долго, и, видимо, ракет осталось не так уже много. Не скажу, что они завтра там кончатся, нет, к сожалению. Но они возят Русланами, то есть транспортная авиация. Самолетами. Да, они собирают по складам, видимо, во всех регионах Российской Федерации, там, где они еще есть. Вот они выгребают все, что есть, и самолетами везут. А потом уже КАМАЗами, длинномерами развозят по стартовым позициям ракетных войск. Мы знаем, что прибывает ракетная бригада, еще одна прибывает, Искандер. То есть они еще будут увеличивать количество ракетных обстрелов по нашей территории. Почему? Потому что, ну, как бы, второй удар будет примерно такой же, как первый. Имеется в виду, что... Первый, который был в начале, да? Да, 24-го числа утром. То есть будет массированный ракетный удар по всей территории Украины. Скорее всего, ну, во всяком случае, военная наука так трактует, если ты хочешь добиться успеха. Вот. И будет наступление на всех направлениях. Одновременно. И на Киевском тоже. Конечно. Поэтому они роют окопы, поэтому они пытаются закрепиться. Вот. Единственное, что основные силы и главный удар будут сосредоточены все-таки на Востоке. И тут на Востоке они решают, как бы, двуединую задачу. Вот в отношении Киева тоже. Если они прорывают нашу оборону, то группировка, которая прорвалась, она будет раздваиваться. Часть ее будет закольцовывать на юг наши войска в зоне операции. А вторая часть будет через Днепр прорываться вдоль Днепра на Киев. Вот такой, скорее всего, такой замысел. Ну, другого замысла там просто нельзя нарисовать. Вот на этом направлении. Теперь.